Доставка удовольствий, но сомнительных. В Самаре более 30 человек попали в больницу с подозрением на отравление роллами. Наша съемочная группа попыталась разобраться, что не так с империей удовольствий. Юрий Рассейкин вместе с женой и двумя детьми запланировали вкусно провести время. Заказали набор ролл и ничего не заподозрив, отправились на дачу. Последствия проявились под утро, рассказывает мужчина. Раз 7-8 заказывали, все было нормально всегда. Температура поднялась практически до 39 градусов. Детей госпитализировали в областную больницу Симашка. Взрослые попали в пятую инфекционную. Всего за медицинской помощью обратились 48 человек, из них 7 детей. Первого пациента госпитализировали еще в конце предыдущей недели. На настоящее время их состояние оценивается как средней тяжести. Со слов пострадавших, больные продолжают поступать и сегодня. Среди симптомов диарея, рвота, боли в животе и высокая температура. Некоторые не принимают их всерьез и выбирают самолечение. Любая болезнь не подлежит самолечению. С любой болезни надо обращаться за помощью к медицинским работникам. Что касается инфекционной патологии, то тем более нужно обращаться, потому что она непредсказуема, она может вызывать тяжелые осложнения. Поэтому независимо от возраста, маленький ли ребенок, взрослый ли человек, и уж тем более пожилой человек, необходимо обращаться за помощью, квалифицированной помощью к медицинским работникам. В отличие от Юрия Рассейкина, Влад Медведев с товарищами обратились в злополучную доставку впервые. Молодые люди решили отметить мальчишник одного из друзей. Финал оказался неожиданным. Все было хорошо, на следующий день уже где-то в обед стало плохо, и уже, получается, вечером, в воскресенье уже начали сюда обращаться. Для расследования в Самару прибыла рабочая группа из центрального офиса сети ресторанов в Москве. Они сейчас максимально должны, собственно говоря, обезопасить жителей Самары от некачественной продукции. Мы уже приостановили всю деятельность, ну и разобраться полностью в ситуации. Они ведут работу и с пострадавшими, то есть у нас открыта горячая линия. И мы каких-то клиентов обзваниваем, мы обнаруживаем пострадавших сами, либо вот открыли горячую линию, чтобы клиенты звонили и сообщали нам о том, что могло произойти. Члены рабочей группы заявляют, что все расходы на роллы плохого качества будут возмещены. Более того, компания обязуется оплатить лечение всех пострадавших вне зависимости, будет ли доказана их вина. Сейчас совместно с Роспотребнадзором проходят проверки. Анализы, взятые у сотрудников, на экспертизу отправили продукцию. Установлено, что все пострадавшие заказывали роллы в точке на Запорожской. Но проверяют все филиалы. Нашей съемочной группе удалось попасть на кухню одного из ресторанов в сети. Всего в Самаре работает 7 точек. Это наша первая точка, которая открылась в Самаре. Она также, как и все остальные точки, закрыта. Закрыта в экстренном режиме. Эти полуфабрикаты мы сегодня будем списывать и уничтожать. Я вижу некоторые от вчерашнего дня, 27-08, они тоже будут уничтожены. Они использоваться не будут. Тоже будут уничтожены, совершенно верно. В первую очередь хотелось бы принести извинения от лица компании перед всеми пострадавшими клиентами. Мы сейчас ведем расследование, найдем причины. По последней информации пришли результаты анализов сотрудников филиала на улице Запорожская. У некоторых из них найдена ротовирусная инфекция, которая и могла стать причиной массового отравления. Проверки продолжаются за дело. Взялся Следственный комитет. Дирекция сети обещает, виновные будут наказаны. Мария Левина, Василий Кладошов. События.